Привидище, это Пленеткрафтер, и ты только посмотри на эту красоту. Из бездушной планеты в цветущую, зелёную, прекрасную. Сегодня в моих планах запустить новую ракету под названием Ракета Визуализации Дрона. Для неё у меня уже всё собрано с прошлой серии, поэтому почему бы её не сделать прямо сейчас и насладиться, как она выглядит. Странно, я почему-то думал, что на ней будут дроны, но как бы нет. Ладно, запустим и полетели. Я вместе с тобой полечу. Ю-ху! Как высоко поднимусь. А, нет, смотри-ка! Я пусть не сломал. Ой-ой-ой. Так, значит, ракета запустилась, но бак всё-таки разработчик так и не исправил. Это смешно, это забавно. А вот это что за приблудово? На бластеры какие-то похожи. Так, она дальше полетела. Сейчас разнесёт мою базу напев. Что ж, через некоторое время она исчезнет. Давай её всё-таки попробуем выпрыть, что ли. Поднимайся. Эээ, нет, это будет сложно. Чёрт подери, она пусковую станцию расплавит своим двигателем. О, всё, всё обошлось. Исчезла. Теперь врываемся к компьютерам и пытаемся посмотреть, что же у нас отображается здесь. Ни черта здесь нету. Тут что ли где-то чё-то должно быть отображено. Я дундук. Вот же у тебя здесь несколько экранов. Смотри, не хочу. Давай так, это понятно. Ты на месте. Эээ, давай инструкцию почитаем. Чё тут написано? Отображает дронов на экране. Картирование. Что это за экран такое? Картирование. Так, где у меня все экраны? Значит, картирование. Это вот эта вот информация об орбите. Картографирование. Может быть, на экране картографирование? Но я же тут смотрел. Ну, как бы... Я сейчас увеличил карту на максимум. И... Смотри, где-то дрон сейчас должен отсюда полететь. Вот, 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 смотри. Маленькая белая точечка вот летит, летит, летит. Это что? Это вот это вот я должен... Это ради этого я запускал в космос ракету, что ли? Если я одолю вот так вот, я же ни черта не увижу. О! О-о-о! Смотри, во-о-о! Отобразилось наконец-то! Во! Крупничком теперь показывает. Это, видимо, из-за того, что я ракету поломал. Вот, не так все быстро отобразилось. Следующее, что мы будем строить с тобой, это ферма бабочек. У меня до этого была только ферма с пчелами. Ну, то есть, ульи. Где у меня здесь удобрение Т2? Вот, есть. И мне нужно еще самородок сделать. Пойду посмотрю, что там для этого нужно. Самородок у нас делается из грибов, кремния и бутылочки воды. Грибы у меня вот растут. Их прямо так собираем с грядочки. А кремнии в ящичке у меня. Самородок готов. Еще нужно взять целлит. Одну штуточку буквально. И, в принципе, все готово для фермы бабочек. Кто в этой ферме будет жить? У меня есть тут необычная личинка, обыкновенная. И вот личинка бабочки Пенга. Давай ее возьмем. Больше бабочек у меня нету. Никаких тут в заначке. Во-во-во, смотри. Вот это личинка бабочки Нера. Вот ее давай возьмем. Ой, а что так темно? Блин, надо фонари здесь поставить. А то, что вообще по ночам ни черта не видно. Освещение. Отстой. Что там по фонарям? Давай посмотрим. Где у меня фонари тут есть? Вот, производственные фонари. О, блин. Пока я туда-сюда ходил, уже расцветает. Рассветали, яблонь и груши. Фонари будут светить, конечно, не очень круто. Хотя бы проход пусть подсвечивают. Вот сюда один фонарик. Потом сюда один фонарик. Ну, знаешь, чисто хотя бы проход, чтобы светился. И вот так вот. Ну, чисто заход вот. Посмотрю, как это ночью будет выглядеть. А если что, еще поставлю. У меня же есть еще крутые фонари. Вот такие вот. Ой, это маяк. Где? Вот, нет, это другое что-то. Во, вот такие вот, смотри. Лампа для освещения территории. Кстати, она выглядит даже гораздо лучше. У меня навышки такие стоят, вон. Может, оттуда скоммунизить, сюда поставить? Вот в деревьях где-нибудь, да, оттуда. Чтобы красиво подсвечивалось. И цвет сейчас настроим. Давай тоже зелененький, под природу. Вот, зелененький, отлично. Поскольку у нас теперь день, нужно бабочек разводить. Бабочек я поставлю здесь, вот где я стою сейчас. Сейчас, по-моему, отличное местечко. Полянку бы здесь, залысинку какую-нибудь. Вот, вот что-то типа, нет. Тут у нас реакторы стоят, не круто. Вот здесь вот, отличная полянка. Ого! Ого-го! Тут у них, смотри, и водичка, и цветочки, чтобы нектар собирать. Значит, вот эту бабочку сюда. И вот они полетели! Наконец-то, помимо пчелок, у нас теперь и бабочки летают. Вау! Обалденно же! Ну, ну ты посмотри! Ля, какая красота! Обалдеть! Опупеть! Планета действительно начинает оживать. Сейчас скоро еще и рыбы, и лягухи появятся. Лягухи со странным названием Ху. И там дальше что-то новое, помните, если смотрели прошлую серию. Что делать теперь? У меня, в принципе, все из того, что я открыл, сделано. Я слышу, что что-то собирается с неба падать, пока я тут думаю, что я буду мутить дальше. Я жду тебя! Так, небо окрасилось в оранжевое, это значит, сейчас будет падать, скорее всего, этот, как его звать-то? Иридий. Ну что там долго у моря погоды-то ждать, а? Слушай, ну что-то как-то вообще ни черта ничего не падает. Такое ощущение, что это песчаная буря, я ее спутал с метеоритным дождем. Ну вот, лоханулся. Значит, я хочу сейчас, знаешь, что сделать? Еще одну батарейку. Давай, делай ее. И мы пойдем в другой корабль. Разберем его. Ставим туда эту батарейку. Разведываем закрытые шлюзы. Построим несколько дронов, потому что у меня на дроны огромные планы. Приступим же искать сервера. Блин, у меня такое предчувствие, что я здесь все сервера в прошлый раз разобрал. Сейчас мы в него вставим эту батареечку мега крутую. Вау. Свет загорелся. А тут у нас что? А, это семена. Это семена. Ничего. Вот, кстати. Стой, куда я поторопился-то? Вот сервера. Лежат тут на полу. Две схемки есть. Это очень ценно для нас и для дронов. Потому что платы, я напоминаю, не могу сейчас самостоятельно производить. У меня недостаточно еще. Развита моя лаборатория. И вот они, шлюзы открылись. Ништяк. Пойдем смотреть, что тут. Сейчас. Вон, сервера. Отлично. Просто как надо. Мечта про ферму с дронами, походу, сбудется. Тут у нас чего? Это что такое? Жетоны Тера 100 штук? Хелкни правой мыши, чтобы получить жетоны. Это в смысле? А куда их тратить? Получены новые жетоны Тера 100. Не понял. А для чего они? Кто бы мне объяснил, для чего жетоны нужны? Ну, спасибо, конечно. Это круто. Циолит, бактерии забираем. А, нет, это не бактерии, это мутагены. Все остальное нам не нужно пока что. О, вот это хорошо. Это забираем все. Так, пойдем в другую комнату, зайдем. Посмотрим, что там у нас хранилось. Если тут Тера-жетоны. Надо погуглить, короче, что это такое. А если ты уже знаешь, что это такое, то пиши в комментариях. Я обязательно почитаю Тера-жетоны. Первый раз вообще вижу их тут в этой игре. Это забираем? Блин, места мало. Это тогда выгружаем. Это забираем. Еще одна ячейка есть. И тут сервера. Жалко, конечно, что не стакаются в пачке. Платы, да и вообще все остальное. Надо пожрать. Посольку, бутылку с водой. Место освободили. Что бы еще выкинуть? Все остальное как бы нужно. Что тут у нас? Ёлы-палы, еще платы. И двигатель. Придется сюда возвращаться. Вот, еще плата лежит. А, она не влезла. Я разбирал сервер, и она не влезла. Ммм, что же делать? Что же делать? Баклажанчик съем. Двигатель заберу. Это самое дорогое, что здесь есть. Цветочек тоже оставлю. Это заберу. Ну, в принципе, пока как-то так. Придется... А, плата, плата. Что-то еще выкинуть. Ладно, плата хватает. Надо не забыть, что тут еще лежит. Да я же забуду. Я же забуду. Надо что-то здесь оставить. Давай серу оставим. Нет, серу, блин. Воду оставим. Плату заберем. Вот, отлично. Идем смотреть другие шлюзы. Что тут у нас еще открылось? Так. Здесь мы были. Вниз пойдем. Где тот шлюз, про который я говорил, что он по-любому откроется? Здесь? Нет. Или да? Или нет? Так, секундочку. Пойдем сюда. Да, вот он открылся. О-о-о-о-о-о-о. Блин, придется сюда тащить свою тощую задницу опять. Ладно, пойдем на разгрузку. О-о-о-о-о-о. О-о-о. Откуда? Откуда я слышу падение метеорита, но не могу понять откуда. Ёлы-палы. Там, кажется, где-то наверху. Вон он, вон он летит. О-о-о. Это мне пригодится. Оно наверху упало. Все, надо будет туда подняться. Вон туда. Кварц нам по-любому нужен, так как у меня его мало. А я бегу выгружать платы. О-о-о. А почему я думал, что у меня так мало плат? Я же в прошлой серии. Ты посмотри. Вот дырявая башка. Надо теперь еще куда-то выгружать эти платы. Так, ну давай сюда тогда платы. Вместе с чертежами пускай полежат. Сюда же удобрения. Пойду возьму железо и сделаю еще парочку шкафов для хранения. Я, правда, не знаю уже, куда их пихать. Вторым рядом, что ли? Вот тут вроде местечко есть. А, так а вот эти что у меня шкафы стоят? Здесь вот понятно, понятно. Ну вот, еще падает. Что-то, что-то упало. Это, по-моему, град из метеоритных дождей. Да, вон град. Теперь переносим все наши платы. И тут пишем. Платы. Они отправляются теперь сюда. Так, подожди, я не понял, а что тут? Ёлки-палки, хватит, не надо производить. Ёлки-палки, у меня тут батарейки делаются. Сколько кварц, ёлки, я просрал. Нахер мне эти батарейки не сдались теперь-то уже? Хотя, может, в будущем они пригодятся. Ладно, две батарейки есть и пускай они здесь лежат. Хватит уже падать. И так на панике столько ресурсов просрал. Как я так облапошился и забыл выключить-то? Пойду, короче, за пульсирующим кварцем. Там уже камни должны были рассосаться. Сейчас для меня это очень острый вопрос. Ну, вопрос к кварцам. Тут невидимая стенка, я не могу добраться до кварца. Это несправедливо. Это издевательство какое-то. Ну и пошло вам все к черту. В итоге я, короче, добыл всего два кварца. Это как-то скудненько. Наступила ночь на дворе. Пойдем посмотрим, как наши фонари справляются. Оценим, что мы тут наваяли. Цвет можно поменять, да? Допустим, вот. Давай зелененький. Ну-ка. Нет, зеленый это ужасно. Вырви глаз. Давай белый обратно. Белый, холодный какой-нибудь такого оттенка холодного. Ну-ка. Нет, лучше просто белый. Просто белый лучше всего. Да вот. Дальше смотрим. Здесь вроде бы дорожка освещена. Все хорошо. Вот эта зеленая подсветочка. Ну, неплохо, неплохо. Уже расцветает. Какая-то ночь очень короткая здесь. В общем, подсветка мне... Честно, я не смог оценить вот эту подсветку. Из-за того, что расцвело уже. Ну, короче, вот эти вот намного эффективнее фонари, чем вот это, как мне показалось. Идем к дронам. Нам нужно их произвести, ну, хотя бы три штуки. Вот так. Все, три дрона есть. Теперь нужно их настроить. Значит, со сплавом у меня тут все понятно. Отлично, спасибо. Сразу все три дрона полетели. Ничего себе. Погодите-ка. Погодите. Надо их настроить. Во-первых, я хочу сейчас поставить бур для кварца, так как у меня с ним вообще проблемы. Что там для бура нужно? Давай посмотрим. Осми, осми суперсплавки Риги. Ресурсы собраны. Идем смотреть карту, где лучше поставить кварцевый рудник. Что-то мне подсказывает, что с кварцем прямо-таки проблемы. Осми есть. Да. Тогда ставим, значит, осми и циолит. Вот она, наша циолитовая пещерка. Можно, кстати, его прямо вот здесь вот поставить возле ростка с циолитом. Это будет отличным знаком. И тут сразу же добывается циолит. Ништяк. Настраиваем дрона, что отсюда он будет забирать у нас циолит. Вот. Приоритет у него будет, значит, третий. У осми будет второй. А вот и пещерка с осмием. И серу заодно здесь заберем. И здесь ставим бур для осмия. Отсюда дроны будут забирать по приоритету номер два осмии. Вот так вот. Ты глянь, какая красота-то. Что тут написано? А, можно выпить? Давай попьем, конечно же. О! Выпил из этой лужи. На самом деле здесь вообще нет воды. Ее не может тут быть, потому что это пустыня. Я сюда пришел ради кварца, так как в этой пещерке он был. Но я сомневаюсь, что он тут будет добываться. Ну, была не была. Давай поставим и здесь тоже. А, все, все. У меня иридий закончился. Ёлы-палы. Вернулся домой. Сейчас настроим наших дрончиков. Все они тут тусят. Суперсплава натаскали. Молодчики! Теперь. Нет, 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 нет. Знаешь, что я думаю? Что надо отсюда убрать этот спрос. И мы этот спрос сразу же в наши ящики будем отправлять. Чтобы дроны домой таскали все. Вот, значит, у нас суперсплав. Сюда вы его будете таскать. Приоритет у него первый. Дальше. Осми. У него второй приоритет. Его надо сюда таскать. Вперед из песней. Ц-олит. У него приоритет три. Все. Дроны сейчас должны работать. Летать. И мы это сейчас проверим. Посмотрим по карте. Так. Вот один летит, смотри. Летит. А, их двое даже летит. За циолитом, скорее всего. Ради прикола еще вот сюда вот сделаю. Спрос на кварц. Ха! Ха-ха-ха! А спрос на кварц невозможно сделать. Потому что я его здесь не вижу. Нифига себе. Вот это поворот. А, чуть не забыл, чуть не забыл. Короче, возьму еще термоядерную вот эту батарейку. Почитал же комментарий. Оказывается, есть еще одно ядро. Ого! О, каким оно стало! Экзотический пляж у нас нарисовался. Тут и деревья есть, между прочим. Они сами по себе здесь выросли. Ну, ничего себе. Ладно. Пойдем зайдем сюда. Еще раз все осмотрю. Вспомню. Что я здесь оставил. Что не оставил. Сервера здесь по-любому есть. Так. Дверей очень много. Шлюзов тоже очень много. Эти двери открываются? Нет. О, воды сколько! Обалдеть! Такое ощущение, как будто я здесь не был, но я здесь был. Я давно здесь был. Уже все позабывал. Дело в том, что после того, как у нас вода появилась на планете, я сюда и не заходил. О! Вот и платы. А вот и термоядерный реактор. Заправляемся. Все, шлюзы открылись. Пойдем смотреть, что было в закрытых комнатах. Поскольку это лаборатория портала, и тут наверняка что-то есть интересное и ценное. Блин, это капец какой-то. Открылся всего один шлюз. Один шлюз! Остальные все двери закрыты. Это... Это что за ерундовина? Вот этот вот шлюз открылся. Сейчас мы тут балку разберем. И посмотрим, что мы здесь имеем. Выпить воду? Нет, спасибо, не хочу. Ну, конечно же. Здесь куча серверов. Что ж, разберем их. У меня на самом деле плат теперь хоть жопой жуй. Очень огромное количество. Ага, там тоже вон платы есть. И в принципе все. Небольшое помещение с серверами и тремя-двумя ящиками. Которых, ну я уверен... А, вот еще шкаф есть. Осьми, батарейки. Ну, кстати, неплохо, неплохо, неплохо. И вот я уже место все потратил. У тебя в рюкзаке... Так, плата, кварц. Я слышу, что на улице дождь пошел. И вот еще один ящик. И вроде бы все тут. Кварц. Это заберем. Все точки пускай здесь останутся. В принципе, вот как-то так. Теперь идем домой. Ой, а на улице действительно идет дождь. Как прикольно выходить в такую погоду из какого-то помещения темного. Пойдем посмотрим, что у нас там по прогрессу. Значит, до рыб 58%. Нам осталось 42%. Еще чуть-чуть. До следующих открытий. Давай что-нибудь посмотрим, что у нас там следующее должно открыться. 120 GTI. Это аквариум будет у нас. А у меня сейчас 83. Ясно. 150 GTI. 13 PA. Ого-го. Что по поводу биомассы у нас тут? По биомассе тут тоже дофига всего нужно. Короче, придется в следующей серии запускать огромное количество ракет. Еще я хочу проверить по карте. Мне почему... О, дроны летят. Отлично. Мне в комментариях писали, что за водопадом появился корабль. Водопад у нас вот он. Вот он водопад. Там серу можно добывать. Но корабля по карте я здесь не вижу. Ну, давай сбегаем туда еще. Проверим. Ого-го. Нифига себе. Сколько у нас здесь деревьев красивых. Обалдеть. Вот это здесь разукрасили все. А это что за корни? Это цветы. Мост. Гляди, мост. Из корней деревьев. Прикольно. А можно как-то семена деревьев вот этих вот красивых, длиннющих найти? Очень классные деревья. А это что у нас? Ягоды там что ли какие-то или что? А нет, это цветочки. Ну, классно. Еще мостик из камней. Начинаю верить, что тут действительно что-то есть. А карты нам наврали. Почему карты нам ничего не показали? Вот что интересно. Опаньки. Действительно тут есть. Есть кое-что интересное. Но что мы найдем в этом корабле, ты узнаешь в следующей серии. Поэтому, если тебе нравится эта игра, и ты хочешь увидеть больше серий по ней, ставь как можно больше лайков, подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok